Кадровые вопросы в Украине сегодня в тренде. Вместе с отставками должны быть и громкие назначения. Пока генерал Герасимов думает о том, чтобы рубить бороды солдатам. Швеция может изолироваться от НАТО, а Сербия хочет, наоборот, выйти из изоляции. И про депутатов, которым лень бороться с коррупцией, тоже расскажу в эфире Нехта. Самая важная и интересная новость. Замминистра ПАД. Кто уходит в отставку и почему? Турция блокирует проход. Швеция может не попасть в НАТО. Совершенно очевидно, что те, кто допускает такое богохульство перед нашим посольством, не могут больше рассчитывать на нашу поддержку их членства в НАТО. Медведев снова угрожает войной. Кто знает, какой это диагноз? Мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе Третьей мировой войны. Пишите нам в комментарии свои мысли. Спасибо, что вы с нами. Прошу вас, подписывайтесь. Ставьте лайки на видео. Особенно будем рады вашим донатам, спонсорству и комментариям. Это важно для нашего с вами развития. Спасибо вам за доверие. Начнем. Кадровый день в Украине или генеральная уборка? Море кадровых решений, отчасти анонсированных президентом, а отчасти вызванных теми или иными скандалами. Парад отставок замминистров и глав областных администраций. За один день уволены замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, замминистра развития общин территории и инфраструктуры Лукеря, замминистра развития громад и территории Вячеслав Негода, Виталий Музыченко, замминистра соцполитики. Главы пяти областей сегодня тоже отправятся в отставку. Знаем только, что на должность министра экономики назначили Алексея Соболева. Причины увольнений и отставок указывают разные. К примеру, про Кирилла Тимошенко даже целое расследование выходило у украинских журналистов из Bigus Info, где утверждалось, что замглавы Офиса президента ездит на машине, которую передавали Украине компания General Motors для вывоза беженцев из-под обстрелов. Замминистра обороны вроде как уходит из-за скандала с закупками продуктов для армии, тоже после журналистского расследования. Минобороны отреагировало и пообещало выяснить все детали, разобраться. К чему такая масштабная чистка, я надеюсь, скоро поймем, но становится все интереснее и интереснее. Но в России все косплеят всегда, даже отставки. На оккупированных территориях главный террорист, так называемый ДНР Пушилин, решил уволить так называемого мэра Мариуполя Ивашенко, который, по информации советника мариупольского мэра, находится в больнице в Донецке с признаками сильного отравления алкоголем. Но эту информацию подтвердить на 100% мы не можем. Вместо него Пушилин хочет назначить другого, Олега Маргуна. Может быть, его фамилию тоже запоминать будет бессмысленно. То есть, был алкаш, стал Маргун. Дальше, по карьерной лестнице, Герасимов, тот, что командует вторжением, тот, что хотел в армии бороды запретить, меняет генералов под себя, чтобы были послушными, а не для того, чтобы как-то профессионально оправдывали его ожидания. Об этом пишут в британской разведке. Генерал-полковник Теплинский, который командовал отступлением на Херсонщине, вероятно, отстранен Герасимовым. Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать компании свою личную власть. Хочется пожелать ничего не менять в российской армии, сохраняя советские подходы в бритье, кадрах и можно еще татуировки вспомнить. Можно всем с татуировками оружия не давать. А если еще и борода... Лукашенко предлагали заключить пакт о ненападении с Украиной. Кто и когда предлагал и знает ли об этом кто-то, кроме Лукашенко и его докторов, то другой вопрос. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. На это в одном из украинских медиа уже отреагировал глава комитета по внешней политике и межпарламентским связям Верховной Рады. Я не верю, что такое предложение могло вообще быть. Даже с чисто формальной точки зрения заключение любого международного соглашения, это длительный, формализованный и публичный процесс. Причем, такое соглашение часто требует ратификации парламентом. Более того, спикеру Лукашенковского начальника тоже ничего не известно. Песков сказал, что ничего об этом не знает. Все это, наверное, должно подтвердить какой-то диагноз или просто так оставить точно нельзя. А депутаты Госдумы, это те, что против коррупции и борются с ней в поте лица, не будут заполнять свои декларации и показывать их никому тоже. Вместе с членами их семей. Хотя должны были начать это делать с 1 марта. Причина на самом деле проще, чем можно себе представить. Им стала лень. Ну, не хочется. Проще говоря, не всем это интересно. Не всем это охота делать. Лень. Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины. В интервью «Комсомольской правде» Крашенников говорит, что все из-за того, что люди, которые хотели бы быть в представительских органах, не шли туда именно из-за деклараций. Вот такие хорошие люди с секретными и непрозрачными доходами. Путинизм отличается от, скажем, Третьего рейха тем, что коррупция не является болезнью этого режима, как у рейха было. Там и у других стран коррупция есть везде, но везде она болезнь. А в России это основа. Путинский режим стоит на коррупции. Он был изначально создан для... Это власть, которая была создана для того, чтобы воровать. И коррупция является фундаментальной основой путинского режима. Вторая основа – это то, что иногда называется таким словом «непотизм», то есть назначение приближенных к умовству. Но в России это носит такой вот характер клановости власти. Эрдоган не пустит Швецию в НАТО, и Финляндия уже подумывает идти туда сама. Швеция не может рассчитывать на поддержку Турции, говорит президент. Все это после митинга в Стокгольме, где протестующие жгли Коран, вешали за ноги куклу Эрдогана. Правда, в ответ в Турции жгли шведские флаги на улицах. И все это из-за рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, и вроде именно они организовывали митинги в Стокгольме. Совершенно очевидно, что те, кто допускает такое богохульство перед нашим посольством, не могут больше рассчитывать на нашу поддержку их членства в НАТО. Шведскому правительству не нужно упоминать нам о правах и свободах. Если вы действительно уважаете права и свободы, в первую очередь вам нужно уважать Турецкую республику или религиозные убеждения мусульман. Если вы не проявите это уважение, извините, вы не увидите никакой поддержки с нашей стороны в вопросе НАТО. А министр иностранных дел Финляндии в эфире местного медиа допустил возможность, впервые допустил возможность продолжения пути в НАТО уже без Швеции. Хотя подавались они вместе. Сербии грозит изоляция из-за Косово, думает так президент страны. Может это и есть выход из ситуации? Избежание изоляции не позволит разрастись в войне на Балканах. Сербия должна говорить, участвовать в диалоге и продолжать свой европейский путь, не только потому, что я преклоняюсь перед их лицемерием в отношении уважения к Уставу Организации Объединенных Наций и Резолюциям Организации Объединенных Наций. Но и потому, что без этого мы были бы экономически и политически потеряны, и как президент, я бы не согласился возглавить одинокую и изолированную страну. Европа де-факто находится в состоянии войны, чтобы и как бы там ни говорили. Нет терпимости к выпрыгиванию в политическом смысле. Они хотят, чтобы все на их заднем дворе, а Балканы, это их задний двор, было так, как они хотят. В любом случае, косовский вопрос может отбросить обе страны от пути в Евросоюз и снова окунуть в военную действительность. Вряд ли этого кто-то хочет на самом деле. Раз уж начали про дипломатию, сразу две новости про Лаврова. Сначала глава российского МИДа говорит, что воюет с недружественным Западом, таким непохожим на Россию. Все это Запад поддерживает. Поэтому, когда мы говорим о том, что там происходит на Украине, мы говорим о том, что это война, она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское от языка до культуры, что было на Украине столетиями и запрещая людям говорить на их родном языке. То есть война идет из-за того, что Запад, НАТО и американцы вторглись российскими войсками в Украину. Теперь все ясно. Итак, сначала говорит Лавров про плохой недружественный Запад и едет в хорошую, дружественную и такую родную Африку. На фото премьер-министр королевства Эсватини, короля этой страны, Ютуб запретил нам показывать. Но и это еще не все. Когда мы говорим про успехи российской дипломатии, не можем не вспомнить про Дмитрия Медведева, запасного президента РФ, который выбрался на волю из своего телеграм-канала. Наша партия должна помочь людям в мире понять, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой ответом на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Ну и очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе Третьей мировой войны. При том, что институты многосторонней дипломатии переживают очень серьезный кризис. В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе. То есть все поняли, с кем строить отношения будет Россия, да? Симонян признает, что Россия ни на что не способна, и ЦРУ управляет просто всей ее жизнью. У нас говорят, ну перейдет на кнопочные телефоны, на обычную сотовую связь. У нас этого не будет, тоже не будет. Потому что сотовые операторы тоже работают на технике той и на обеспечении программном оттуда, которое точно так же вырубается. И не вырубили нас до сих пор только по той причине, потому что наличие вот этого телефона у меня на столе и у вас в кармане, это самый простейший способ для ЦРУ осуществлять то, для чего они, собственно, существуют, заниматься разведывательной деятельностью. Но если они решат, что все-таки им важнее вызвать невероятное возмущение в нашей стране, если вдруг в один день мы все вернемся там в девяносто какой-то первый, второй год, а это можно сделать. Если вот попробовать, попытаться вот таким образом нас взорвать изнутри, им покажется правильнее, весомее, чем потеря этих инструментов разведеятельности, они это сделают. Вот как просто, пытаясь объяснить, насколько злое ЦРУ, можно попасть к ней в зависимость. На этом у меня все. Спасибо, что вы с нами, смотрите нас и доверяете нам. Давайте еще поставим лайки этому видео и подпишемся на канал. Так нужно сделать, чтобы нас с вами становилось больше. До встречи и хороших вам новостей.